40 дубов, 200 ясней и еще столько же кленов. Рощина Солнечной – уникальный уголок живой природы среди каменных джунглей. Но насладиться прохладной тенью деревьев в жаркий летний день у жителей не получается. Свободный доступ ограничен. Частная территория. Ее огородили забором. В течение 8 лет не пускали туда людей. Охранники там были, собак развели целую кучу. Ну и страшно замусорено, поскольку людей не пускали, никто не убирался, а использоваться она никак не использовалась. Планировалось, что на этом месте вырасти 24-этажный дом. Жители вовремя забили тревогу. Застройщик пообещал деревья не трогать. Самое главное, нам кажется, что нам нужны гарантии твердые, что рощи сохранятся при любом раскладе. Территория дубовой рощи в данный момент застраиваться не планируется. О чем мы совместно с жителями провели несколько совещаний и договорились. В качестве гарантии письмо от собственника земли и проект застройки территории, в которую роща не входит. Я не склонен думать, что застройщик нарушит данные им обязательства, начнет здесь строительство, потому что это будет слишком социально взрывоопасная ситуация. В собственности фирмы-застройщика еще один участок земли неподалеку, на месте бывшего профилактория. Там планируется строительство высоток в 24 этажа. Это тоже не на шутку беспокоит жителей. Территория будет перенаселена. Еще 4000 человек в микрорайоне с одним детсадом и одной школой. Появление здесь монстра в 24 этажа, оно ухудшит для людей существование. Беусловно, строить в городе надо, но это надо с соблюдением всех правил и с уважением тех людей, которые уже на этой территории сопредельной проживают. Строителям рекомендовали пересмотреть проект застройки территории и сделать его более разумным и социально направленным. Уменьшить этажность, а также запланировать строительство детсада и школы. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События.